Кто еще не знаком со мной, меня зовут Натали. Я являюсь инструктором по йоге, по различным энергетическим практикам. Более 10 лет уже преподаю непосредственно йогу, преподаю непосредственно танцы, преподаю энергетические какие-то вещи. Являюсь также членом команды международной этнографической компании «Пополотль». Вот, о компании можно будет посмотреть, почитать в интернете, ее легко достаточно найти. Вот, и прежде чем мы начнем разговаривать разговоры... Все что-то хотят от меня какую-то кнопку волшебную нажать, почему нельзя сразу все нажать? Пам-пам-пам. Тан-тан-тан. Так, что здесь нужно нажать? Я не понимаю! Инстаграм, всем привет! Очень рада всех видеть! Вообще, это, конечно, мой первый опыт проведения таких штук именно через Инстаграм, через дополнительные сайты. Вот, пока народ еще подходит через ВКонтакт, доходит. Кто смотрит в Инстаграме меня, вот, соответственно, пишите, как вас зовут, кто, что вы, откуда, ну, кроме тех, кто уже давно подписан на меня. Та шумнее, можно не представлять. Вот. Тема вообще нашей сегодняшней, скажем так, внезапной онлайн-встречи — это энергии. Как в данном случае девушкам, женщинам оставаться энергетически наполненными в нашем обществе, в социуме? Как вообще можно убирать различные проблемы в своей жизни, решать ситуации, решать намерения? Вот. И хотелось бы сразу добавить такой вопрос, что все эти инструменты, о которых я буду рассказывать, и, может быть, мы что-то попрактикуем, обязательно нужно использовать и не бояться этого использовать. Так. Еще буквально две секунды. Чуть-то народ не видит меня. Вот. Как всегда, веселые технические проблемы. О, Казахстан у нас на связи, как классно. Надеюсь, с погодой у вас намного лучше, чем у нас в Москве. Вот. И пока мой маркетолог решает проблему трансляции на компьютере во Вконтакте через YouTube, через хагаут, вот, я буду тогда белоболить здесь, развлекаться, развлекать вас. Вот. Собственно, как я уже сказала, вопросы, которые мы затронем, это энергия. Вот. Кому-то это будет интересно, кому-то нет. Но хочется сказать, что все технологии, инструменты, они уникальны, они применены на практике не только мной, но множеством количества людей. Вот. Это самое главное, что видно и слышно. С чего мы начнем? Наверное, начнем с того, что, как и в любом обществе, у нас есть проблемы, и они связаны, они со здоровьем, с бизнесом, связаны с отношениями, с любовью и с множеством различных каких-то сфер нашей деятельности. Вот. И в большинстве случаев, я не говорю, что это именно конкретно связано именно с этим, но в большинстве случаев это завязано, естественно, на личной силе человека, на энергии. Вот. И я не первый раз уже сталкиваюсь, например, с людьми, и в особенности с девушками, которые задаются вопросом на тему того, что почему я там не могу родить, почему я не могу сделать то, сё, пятое, десятое, почему я не нравлюсь мужчинам и так далее, и так далее. Так, показать экран. Как-то всё очень странно у меня происходит здесь, как всегда, на втором экране. Вот. И зачастую проблемы все завязаны на энергиях. Когда у человека есть энергия, как мы любим говорить, есть, в принципе, всё. Потому что, когда человек наполнен энергией, он активный, он умеет двигаться, знает, что он хочет, у него всё получается. Вот. Когда человек просто такой тряпочка-омёпка и непонятно какое в проруби плавает, вот, то и, соответственно, все сферы деятельности, жизни, они очень шаткие и иногда бывает так, что они находятся в каком-то негативном аспекте. Вот. И задача людей, в принципе, там, моя, ваша, другая, другого человека – научиться собирать энергию и вкладывать её в те сферы, в которые вам хочется, в которые вам необходимо. Начнём мы с того, что есть различные виды практик, инструментов, которые помогают строить свою жизнь, помогают реализовывать свои намерения. И это практики, которые взяты из различных религий, традиций, направлений. И я, как инструктор по йоге, хочу сказать, что йога – это одно из уникальных и таких универсальных, наверное, инструментов, которые может человек, каждый человек использовать, заниматься этим в силу своих возможностей. И за счёт определённых практик, выстраивания тела в пространстве, асан, можно делать очень многое. В йоге существуют различные, так называемые, мантры, кто с ними ещё не знаком или что-то где-то слышал. И каждая мантра, она завязана, например, с определённой сферой своей жизни, с финансами, с благосостоянием, с отношением, с любовью, с гармонизацией внутри семьи или отношений, гармонизацией себя внутреннего человека. И поэтому хочется сказать, что йога захватывает все сферы, и она достаточно проста в понимании. В ней не нужно быть каким-то гуру, проходить жестокие аскезы, уезжать на всю жизнь в горы. И, естественно, это практикуют, это хотят делать, но те, кто к этому готов. А обычному человеку в социуме оно не всегда надо, и он ищет всегда очень быстрое решение. И йога – одно из направлений, которое помогает достаточно быстро накопить энергию, реализовать свои намерения, вот, и сделать так, чтобы в жизни всё стало хорошо. Буквально ещё две секунды мы попробуем настроить компьютер, потому что что-то здесь не так у нас. Вот, а пока, на самом деле, можно писать вопросы, которые интересуют сюда, в чат, либо, кто знает меня во Вконтакте, меня во Вконтакте легко найти, можно писать во Вконтакте. Вот, так что буквально две секунды. Кто смотрит здесь в сети, есть ли связь? Да я уже давно вывошла сюда. Пам-пам-пам, оператор, есть. Так, друзья, видно меня, кто здесь присутствует в чате, или не видно? Понятно, как всегда, меня не видно. Настя, привет, да, очень приятно, кто-то ходил на йогу. Вот, ну, и у нас пока проблемы, конечно, с Вконтактом. Не хочет он открывать трансляцию тем, кто заходил через Вконтакт, через Ютуб. Вот, поэтому пробуем пока здесь, в любом случае запись потом будет. И продолжаем тему наших энергетических практик, инструментов. Кому-то я уже рассказывала, кто-то уже был, приходил ко мне на энергокоррекцию, на сеанс массажа. Вот, а кому-то только, может быть, предстоит туда попасть. Вот, кто присутствует здесь, привет. Вот, видно ли, слышно ли меня. Вот, всё очень сложно, как всегда. Вот, и хочется сказать, что есть ещё несколько инструментов, которые достаточно уникальны, я бы сказала, тоже универсальны, которые помогают человеку раскрыть свой энергетический потенциал. Это одно из направлений нашей компании, которое называется космоэнергетика. Очень многие, наверняка, про это слышали, но не придавали этому значению. И за счёт такого направления интересного можно реализовывать намерения выстраивать своё тело как физически, так и энергетически. Вот, и за счёт работы с частотами космоэнергетики можно убирать очень многие проблемы. В первую очередь, по здоровью, вот, и реализовывать с помощью этих вещей свои какие-то намерения. И так как у нас, в принципе, получился вебинар, всё-таки больше посвящённый женской энергии, вот, но мужчинам, которые присутствуют здесь в Инстаграме, тоже будет интересно, думаю, послушать. Потому что их, в первую очередь, в какой-то, отчасти это тоже касается. Вот. А почему человек в социуме находится у нас в большинстве случаев такой, как амёба, дом-работа-дом, ничего не видно, не слышно. И человек с утра уходит на работу, возвращается обратно, уставший, что делать, как, непонятно. Вот. И здесь необходимо выходить за рамки вот этой борозды. Нужно в первую очередь научиться, не то чтобы научиться, а понять, что ты находишься в замкнутом круге. И если ты хочешь что-то изменить, то нужно действительно всё менять и менять, ну, местами даже очень капитально. В моём случае, например, как бы, я буду очень много примеров приводить из своей какой-то жизни или, там, из жизни знакомых или клиентов, с которыми работала. Вот. И как бы из своей жизни приведу так, что благодаря, например, той же самой космоэнергетике, другим энергетическим практикам и благодаря той работе, на которой я работала, я поняла, что я не хочу находиться вот в этой системе дом-работа-дом, там, дом-семья-работа-семья-дом. Хочется заниматься чем-то своим и реализовывать своё направление. Вот, собственно, чем мы сейчас и занимаемся. И когда ты выходишь за рамки своего комфорта и смотришь не на то, как бы много заработать, например, или как бы там выслужиться перед начальством, а смотришь на то, как бы тебе, какими инструментами, какими дорогами прийти к своему намерению, к своей цели. То тогда начинается притягивание различных ситуаций, или, как я люблю говорить, линии вероятностей для того, чтобы реализовать своё намерение. Вот. И вопрос, который первым мы будем рассматривать, как в социуме оставаться и быть энергетически наполненным, и как реализовывать свои намерения. Мы проходили в своё время, делали марафон энергетической практики, вот, и мы делали интересную вещь, вот, кто хочет, может записать. Я его сейчас вам озвучу. Делается очень всё просто на самом деле. Берётся листок бумаги и пишется... Сейчас мы откроем подсказочку маленькую. Называется практика расчистка космической помойки или составления списков важности. Отвечая на вопрос, у меня не та, не другая школа, это космоэнергетика второго поколения, она уникальна тем, что она модифицирована и сделана так, чтобы человека не травмировать. То есть, в первую очередь, это безопасность человека, и любые настройки, которые происходят, посвящения в космоэнергетику, которые происходят, они не несут за собой последствий, как это было в школе Багирова или Петрова. Вот, а мы продолжаем дальше. Есть такая практика, называется расчистка космической помойки и составление списков важности. На самом деле, это очень интересная вещь, мы её проделывали на медитации-марафоне, и очень многие участники писали о том, что это им помогло избавиться от каких-то лишних вещей, помогло убрать ненужные связи в жизни, каждого своё. Вот, и что необходимо для этого? В доме, в квартире, вот там, где вы живёте, найдите от пяти до десяти вещей, которые вы уже, например, если мы берём материальные вещи, которые вы уже не носите больше года. У женщин это особенно, как бы, распространено, ой, ну вот я, наверное, вот одену это в следующий раз, там поношу через годик, ещё там, когда похудею. Вот, и поэтому все вот эти вещи, они имеют привычку скапливаться, и старые вещи в особенности, они начинают тянуть из нас энергию. Вот, всё то, что не нужно, нужно убирать из своей жизни для того, чтобы пришло что-то новое. И здесь один из важных моментов такой, который есть, например, в направлении Талтеков. Если ты хочешь что-то, чтобы что-то новое пришло в твою жизнь, нужно сначала вычистить свой сарай от старых ненужных вещей. И поэтому именно вот эта практика, она достаточно универсальна, интересна в своём роде. И каждый, кто хочет начать менять свою жизнь, нужно начинать с того, чтобы убирать из своей жизни то ненужное старое, что уже здесь неактуально. Вот. А второй пункт, который используется в этой практике, составить список из десяти пунктов того, что вы хотели бы исправить за время, ну, за определённое количество времени. Третий пункт, составить список из десяти пунктов того, что вам мешает в этой жизни жить и радоваться жизни. Это могут быть старые воспоминания, отношения, ситуации, обиды. Можно писать всё, что пожелаете нужным. Если этот список никто не видит, можно писать конкретные имена. Его нужно обязательно написать, составить, и это будет ваша дальнейшая проработка, скажем так, как некий такой перепросмотр. Четвёртый пункт, это пять-десять страхов, самых страшных ваших страхов, чего вы боитесь. Вот. И для каждого, каждый страх можно прорабатывать по-своему. Об этом, возможно, кто захочет потом приехать, например, к нам в студию, мы поговорим более конкретно, пообщаемся на эту тему. Если кто-то в данном случае находится в другой стране, в другом городе, это будет недельная, бесплатная, тоже такой мини-марафон, где вы будете составлять, писать, писать отчёты, и мы будем это прорабатывать. Вот. Но об этом будет немножко позже. И пятый пункт. Написать от одного до трёх сокровенных намерений, желаний, санкальп, которые вы хотите исполнить, достичь или получить. По намерению это будут уже более детальные разборы. Он сегодня не вписывается к нам в нашу трансляцию. Вот. Поэтому. Пока у нас получается такой пять маленьких пунктов. Вот. Эта практика чем помогает? Помогает тем, что мы в голове начинаем устаканивать для себя всё то, что нам мешает, всё то, что нам не нужно. То есть мы немножко структурируем всё то, что у нас находится внутри нас самих. И, соответственно, в пространстве вокруг нас. Лариса, повторю потом. Напишите мне потом, если что, в директ. Я вам скину ссылку ВКонтакте. Конкретно на группу «Марафон медитация». Там можно будет конкретно почитать про эту практику. Идём дальше. Это вот один из рабочих инструментов, который помогает, в принципе, и наладить свою жизнь. Как только мы понимаем всё то, что находим и понимаем то, что нам не нужно в этой жизни, начинаем от этого избавляться, в нашей жизни начинает появляться новая энергия. Ну, каждый из вас наверняка вспомнит, что, когда вы убираетесь, как насколько становится легче, чище и приятнее находиться в квартире или в комнате, чем в загрязнённом пространстве, в котором невозможно не дышать, очень душно, жарко, пыльно, грязно. И какая разница между до уборки и после уборки. То же самое нужно делать со своей жизнью. Избавляться от старого, то, что мешает вам дышать, и давать пространство для тех вещей, которые должны прийти к вам в жизнь. Пам-пам-пам. Идём дальше. Что ещё мешает нашей жизни находиться на энергетическом хорошем подъёме? В первую очередь мешает внутренние свои какие-то обиды, непринятие себя. Часто сталкиваюсь с тем, что в моём случае с девушками, с которыми я общаюсь, кто приходит ко мне работать со мной, и жалуется на то, что мужчины их не замечают, происходит какое-то непонимание, что либо их не замечают, либо к ним приходят, сделали свои все дела и ушли обратно к жёнам, или пошли дальше искать себе спутницу на жизнь. Всё это говорит о том, что человек не умеет удержать ту, скажем так, даже не удержать, а работать с той энергией, которая у него есть. Так как, опять же, повторюсь, всё-таки у меня это женский больше семинар, поэтому больше будет касаться женщин, вот, но где-то что-то кто-то для себя может подчеркнуть ещё. Мужчина и женщина с энергетической точки зрения – это два сообщающихся сосуда. Женщина – это сосуд, который обладает энергией, наполняется. Мужчина – это сосуд, в который всё это переливается. То есть женщина через определённые свои практики, через отношения с мужчиной, через любые другие какие-то действия, взаимодействия с ним, отдаёт ему свою энергию. И мужчина за счёт своего внимания может переводить эту энергию в какие-либо сферы, либо жизни, либо энергетические сферы. Вот, поэтому здесь женщина является источником. Если женщина такая сонная муха, то и мужчина с ней надолго не будет задерживаться, поскольку ему оттуда взять нечего. Ну, кому нужна тряпка, которая ничего не может, энергетически неактивна, и взять с неё, по сути, нечего. Вот, поэтому здесь очень важно именно женщине уметь наполнять себя энергией, закрывать те дырки, которые у неё имеются в энергетическом поле, для того, чтобы себя не расплёскивать. Зачастую получается такая проблема, что, когда у женщины очень много партнёров по жизни, остаются энергетические связи, и она начинает расходовать свою энергию, так сказать, направо и налево на всех этих партнёров. И поэтому она зачастую не может себя восполнить, потому что этих связей очень много. И их тогда нужно через определённые практики отрывать, прерывать и возвращать энергию себе обратно. Вот. И женщина, если вспомнить, скажем так, историю, она всегда была вдохновителем, музой, источником для мужчины, потому что если с ней всё хорошо, то в семье тоже всё хорошо. Если с ней всё не в порядке, то и в семье тоже может быть разлад и непонимание, отсутствие детей, если семья, например, хочет, если пара хочет детей. И всё это всё равно говорит о том, что у женщины где-то есть энергетическая проблема. И вопрос, который тоже сейчас стоит, о том, как, собственно, в современном мире женщине быть энергетически наполненной. За счёт энергетических практик, за счёт йоги, танцев, женщина должна заниматься всеми теми вещами, которые способствуют тому, чтобы раскручивать свою женскую энергию. Это могут быть различные психологические тренинги, это может быть развитие, там, тренинги на развитие сексуальности и так далее, там, подобное. Вот. И поэтому очень хочется всегда направить весь наш женский род, назовём его так, заниматься не бизнесом, там, и лупашить мужскую работу, а заниматься также ещё и какими-то женскими практиками. Безусловно, можно быть бизнес-вумен, можно быть руководителем компании, там, студии, но при этом женщина должна оставаться женщиной и быть женственной, обладать необходимым количеством энергии, чтобы двигать своё дело, если она руководитель, помогать двигать дело, там, например, своего мужчины, с которым она находится в отношениях, и уметь, скажем так, восполнять себя, когда чувствует, что энергетический потенциал уже приближен к нулю. Из практик, которые, скажем так, я всегда тоже советую, это йога, это различные энергетические практики, например, пение мантр, биджан, это какие-то сакральные танцы, тот же самый, там, танец мандала, например. Это из более таких серьёзных практик, это, например, космоэнергетика, которая позволяет очень быстро убрать все пробои в своей жизни. И несмотря на то, что очень многие люди к ней относятся странно, относятся предвзяты из разряда «Ай, херь какая-то», вот, на самом деле она работает. Работает так, что даже люди, которые связаны с космоэнергетикой, там, 5, 10, 15, 20 лет, каждый раз просто вот сработало, блин, круто, как сработало, непонятно, но оно сработало. Причём зачастую бывает так, что срабатывает не просто там энергия, а срабатывает намерение человека, который хочет, там, например, поправить своё здоровье. Вот. И если он продолжает с этим работать, у него всё, естественно, получается. Из женских практик могу также, скажем так, не то чтобы посоветовать, но это готовящийся мой личный проект, который будет называться «Богиня Тара», и в который будет включён большой комплекс различных упражнений. Это и йога, это и мантры, и песни силы, это различные другие направления и другие традиции, которые будут направлены на то, чтобы раскручивать энергию. И задача ставится в этом проекте научить женщин, девушек накапливать, собирать энергию и направлять её в то русло, в которое необходимо. Вот. Потому что иногда бывает так, что вроде энергия есть, а как это сделать, непонятно. И всё наоборот. Намерение есть, а энергии нет. Такой вопрос, который тоже возникает, был поднят на семинаре, на моём первом, и поднят, в принципе, сейчас, это почему энергия, которой мы обладаем, она уходит, и куда уходит, и что вообще с этим делать. Все наши энергетические какие-то пробои, они связаны зачастую с нашим эмоциональным состоянием. Когда мы находимся в раздрае, в агрессии, мы начинаем всю энергию сливать. Это, естественно, какие-то старые связи, отношения, как я уже говорила, они просто забирают у любого человека энергию, потому что там дёрнуло, здесь дёрнуло, а получается так, что дёрнуло, внимание перевели, энергию отдали. И поэтому это один из немаловажных таких пунктов, которые следует убирать из своей жизни. Если вы решили, что с этим человеком всё закончено, или это ситуация, или с работой, всё, с якора, попрощались, поблагодарили за всё хорошее, до свидания. Дальше вы уже ищете то, что вам необходимо в этой жизни. Начинаете искать новый какой-то путь, или новое решение, или новое отношение. И причём не просто из разряда поразвлекаться, или лишь бы денег заработать. Вопрос, который я люблю задавать, в принципе, всем, кто приходит ко мне на консультацию, что хотите? Вот что вы хотите? Я хочу денег. Окей, зачем тебе деньги? Ну, я не знаю. Обычный вопрос за вот этим вопросом, что идёт ответ, я не знаю. Окей, дальше идёт. Чё ты любишь? Чё ты там это? Чё, что, как, почему? И шаг за шагом человек для себя начинает понимать, что деньги ему нужны, например, там, для путешествий, там, для того, чтобы реализовать свою мечту, там, как в моём случае было, открыть свою студию. Вот. И вопрос не в том, чтобы тупо заработать денег, лишь бы они были, как это обычно бывает, а для того, чтобы их вложить во что-то. Деньги должны постоянно крутиться, должны быть в обороте для того, чтобы ты отдал, ты получил. И наоборот, ты получил, отдай там ещё что-то, чтобы дальше закрутить водоворот и получать постоянную, там, прибыль какую-то и либо, там, энергетическую составляющую. Откуда взять энергию? Пять простых способов, которые, опять же, доступны каждому. Например, чувствуете, что вам плохо, тоскливо, грустно, там, или наоборот, возникает какая-то агрессия. Идите, гуляйте. Реально, идите, гуляйте в лес, в парк, там, просто по улице прогуляйтесь. И через какое-то время вы поймёте, что все ваши какие-то эмоциональные составляющие, раздрая, они такие успокоились, и состояние такое либо пофигистичное, либо такое очень спокойное, нейтральное, либо, наоборот, выведет на позитив. Гулять нужно всем, особенно женщинам. Вот, и гулять, например, там, не бегать, не прыгать, а очень полезно ходить походкой силы, например. Кто отправится в следующем летом, например, в Карелию, мы будем это разбирать, будем показывать, что, как, куда, как можно, что это даёт, какие штуки, какие бонусы даёт эта практика. Кто подписан был на сообщество нашего вот этого семинара, мы писали о том, что вот эта вся прогулка, она даёт возможность, во-первых, набора энергии, особенно если вы гуляете в парке, то это, естественно, вы весь негатив скидываете, а от природы, наоборот, получаете, и у вас происходит энергетический обмен. Сама практика походки силы направлена на то, чтобы отключить свою бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, которая постоянно у нас в голове происходит, и дать возможность более светлым мыслям там, прийти в голову, там, или найти, например, решение ситуации какой-либо. Вот. И это, естественно, очень небольшой мощный сборщик энергии. Второй пункт, который тоже, на самом деле, немаловажный, это наше дыхание. Каждый может прислушаться к тому, как он дышит часто, длинно, прерывисто, там, ступенчато. У каждого своя практика дыхания. В йоге отдают... В йоге есть отдельное направление, скажем так, отдельная ступень, которая уделяет внимание вот этому... Вот этой практике дыханию или пранаямам. Вот. Потому что всё наше дыхание сформировано в грудном отделе. И все люди, по большей части, дышат именно лёгкими. И здесь очень важно попробовать переключить своё дыхание на брюшное, диафрагмальное, для того, чтобы не нагружать лёгкие, не происходило гипервентиляции лёгких, не перенагружать кислородом мозг. Что это даёт? Любая практика дыхания, она даёт возможность остановить внутренние процессы старения. Когда мы начинаем очень медленно дышать, успокаивая своё дыхание, мы замедляем темп, скажем так, нашего роста, развития нашего организма. И за счёт практики дыхания можно свой организм даже омолаживать. Если включать в практику пранаям ещё различные замки или кумбхаки, как их называют йоги, то здесь происходит ещё работа с энергией, с внутренним вниманием. И здесь происходит так, что через задыхание мы набираем энергию, делаем конкретный определённый замок, оставляем эту энергию в себе, распределяя её либо по всему телу, либо уводя в какой-то конкретный орган, часть тела, для того, чтобы именно ту часть тела, которая беспокоит, дать туда энергию. У человека зачастую происходят какие-то болезни в организме просто потому, что нехватка энергии. И все болезни органов, каких-то там вещей, они завязаны в первую очередь на энергетике. Болезнь не возникает просто так, ни из ниоткуда. Она, прежде чем возникнуть, она, скажем так, формируется в первую очередь в наших мыслях, потом формируется на энергетическом плане. И когда энергетический план становится разрушенным, скажем так, вся эта мысль нагнетается, то здесь уже происходят какие-то перемены непосредственно уже в нашем больном организме. Естественно, очень многие болезни, они связаны не только с энергетическими вещами, они завязаны и с анатомией, с физиологией, с генетической предрасположенностью к той или иной болезни. То есть ДНК и болезни, которые передаются там по роду. То есть это никто ничего не отменяет. Есть способы, да, скажем так, не то чтобы борьбы, но улучшения ситуации, завязанных с этими болезнями. Но есть многие вещи, которые связаны именно в первую очередь с тем, что у нас происходит вот здесь и формирование на тонком плане. Зачастую очень многие вещи у нас скапливаются еще вот здесь, в центре принятия решений или в пятой горловой чакре. Особенно это касается невысказанностей, обид, и сразу не отходя от темы, простой пример. У меня была знакомая, подруга очень близкая, была ссора, вот, и так как человек не высказал, не стал мне высказывать вот все, что он о тогдашней ситуации думал, там получилось очень серьезное заболевание, горло, воспаленные гланды, менингит, еще что-то. То есть это говорит о том, что все то, что у нас вот здесь зажалось, скопилось в тонком плане, в мысленном плане, через обострение дало нагрузку на физиологию. и поэтому очень многие болезни, они завязаны на том, о чем, как мы думаем. На своем личном примере это приведу так, что, например, я когда устаю, я так, о, неплохо было бы поболеть, и организм такой на трое суток меня выводит в коматозное состояние, зачастую с температурами, с болезнями, насморками, кашлями, и всем последующим там позициями. Вот. А как только я говорю себе так, все, хватит болеть, никаких болеть, мне там улетать, уезжать, дело много делать, вот, все, организм такой, окей, хозяйка, все хорошо, я работаю дальше. То есть, опять же, это момент такой, что все то, что происходит в нашей жизни, это в первую очередь связано с нашим умом и с энергетическими центрами. Если мы позволяем себе и даем установку, программируем, грубо говоря, на то, чтобы вот так, оно и у нас и получается. Там, болезни, обиды, невозможность, там, зачать ребенка, невозможность, там, решить все какие-то свои проблемы. Вот. И здесь, как всегда, естественно, на помощь приходит только энергия. В больной орган дается энергия, мыслеобраз какой-то, и все это потихоньку, начинает вычищаться. Идя дальше по нашим пяти пунктам, как я уже говорила, третий пункт, не менее важный, убирайте из своей жизни все и всех, кто вам мешает и не нужен. Все те старые связи, вещи, обувь, одежду, убирайте все из своей жизни. Как только вы освободите пространство для чего-то нового, освободите квартиру от старых пыльных вещей, или от вещей, которые вы уже давно не носите, сразу начнут появляться какие-то новые возможности, появляться новые связи, реализовываются намерения, для которых не хватало энергии или сил. Четвертый пункт, это, наверное, больше касается женщин, но хотя мужчин, наверное, касается тоже. Сталкиваюсь тоже с тем, что очень многие, особенно это видно на занятиях йоги или еще где-то, очень многие женщины, ну и, в принципе, мужчины тоже любят себя сравнивать с другими. Вот. Такой сравнительный анализ, он, в принципе, не приводит ни к чему хорошему, потому что мы, грубо говоря, себе начинаем навязывать негативные какие-то факторы из разряда вот там у нее сиськи больше, а у меня, короче, маленькие, и все, жизнь боль, тлен. Или там вот он накачан, а я там толстый, жирный, некрасивый. На самом деле, сравнивая себя с другими, мы, опять же, отдаем свою энергию туда, куда мы ее перенесли. И здесь самое главное это заметить и принять то, что вот, ну, я вот такая сейчас, но у меня есть цель. Я, например, хочу похудеть. Допустим, такая всеобъемлющая проблема женщин, но все хотят худеть. Правда, когда мне это говорят, вот такие спички, ты думаешь, господи, девочка, куда же тебе худеть, у тебя все нормально с фигурой. Вот. Ну, окей, вопрос не об этом. А о том, что начните себя любить. Начните принимать себя изнутри такой, какая вы есть. Не важно, вы там сейчас толстая, худая, там, с длинным или с коротким носом, как у хрюшки. Везде нужно находить свои плюсы и делать из этого какие-то интересные бомбические штуки. у меня в свое время тоже были свои загоны на тему внешности, загоны на тему там фигуры, жизни, отношений и так далее и тому подобное. Сьякара! Как только ты перестаешь загонять себя и начинаешь, например, наоборот, работать над собой, над своим телом, там, и с физической точки зрения, с энергетической, все начинает меняться. и неважно, что люди говорят о вас. Это не должно вас касаться, потому что они не знают, какой вы настоящий или какая вы настоящая. То, что в нас изнутри изначально заложено, об этом знаем только мы. И даже если мы это не знаем, мы можем прийти к тому, чтобы найти именно то, что может стать нашей фишкой. И люди не знают, они могут завидовать, они могут вас воспринимать не так, как вы хотите. И это влечет за собой определенные последствия. Здесь задача перестать себя сравнивать с другими и говорить себе наоборот, что вот я там красивая, у меня там я вкусно готовлю, например, или там у меня я вообще работаю клоуном, с которым можно поржать над собой, над другими, над ситуацией, вообще просто поднимаю настроение и все дела. Как только человек начинает себя принимать и любить и работать над собой, опять же, жизнь меняется, перестает утекать энергия и наоборот все линии вероятности начинают складываться именно так, как вы хотите, потому что кто-то там сверху видит, что вы наконец пришли к тому, чтобы начать работать над собой и стремиться к достижению своей личной цели, а не чьей-то другой. То есть человек не должен стремиться быть таким, каким его хотят видеть другие. Человек должен быть таким, каким он хочет быть сам. Не важно, какая у него внешность или чем он занимается. Важно это то, что человек сам хочет. И такой тоже очень яркий пример и из личной жизни, и вообще из жизни. Очень, например, родители всегда хотят вот, нам бы внучку, внучка, детей, правнучков и так далее и тому подобное. Вот, типа, вот, срочно замуж, срочно рожай и так далее и тому подобное. Ну, и нахрена. Вот, непонятно, зачем это люди делают. То есть, я, например, для себя определила, что я пока хочу пожить, например, для себя и не готова там становиться мамой или там делать какую-то серьезную семью. Вот, просто в силу определенных обстоятельств причин мне интереснее, например, сейчас путешествовать, заниматься энергетическими практиками. Когда-то, чуть попозже к этому подойду, но это не значит, что нужно стремиться быть как все или быть, стараться, скажем так, удовлетворить потребности родителей, родственников, друзей или социума в целом. Вот, и здесь самое главное оставаться самим собой, потому что когда ты являешься самим собой, ты имеешь возможность набирать энергию и оставлять ее при себе, а не сливать там в истерике, сливать ее в каких-то людей, которые тебе не нравятся и так далее, там, подобное. И такой важный пункт, на самом деле, его можно было бы, в принципе, поставить вперед, это саморазвитие. Не важно, какое саморазвитие в творчестве, хендмейде, в энергетическом плане, человек должен развиваться. Когда человек включает в работу свой мозг, начинает учить языки, начинает изучать какие-то новые темы, там, физику, химию, там, изучать растения, изучать традиции, то, что в данном случае делаю я, человек начинает развиваться. И когда человек развивается, он совершает, скажем так, для него может быть непривычное, как называют это талтеки, неделание. А любое неделание, это притягивание энергии в жизнь. И все то, чем человек занимается новым, для него это не свойственно, то, что еще не вошло в привычку, это неделание. И поэтому человеку как раз нужно заниматься всем, может быть, местами сразу, понемножку, но заниматься. И в данном случае для женщин, ну, в принципе, для мужчин так же. Женщина интересна, когда она развивается, когда она не, вернее, не так, не тогда, когда она становится, скажем так, домохозяйкой, оседает в своем большом кресле-диване, там, ребятенку соску засунула в рот и ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Она интереснее намного тогда, когда у нее различные сферы жизни достаточно хорошо развиты, когда она интересуется и, допустим, и танцами, и театром, и путешествиями, там, может быть, другими любыми науками, какими-то языками. И она интересна, потому что в ней кипит жизнь, и это говорит о том, что она энергична и обладает энергией. Именно поэтому противоположный пол всегда тянется к таким людям, потому что там, где есть энергия, там, ну, скажем так, немножко меркантильно можно хапнуть себе. Вот, что обычно мужчины и делают. И поэтому отношения зачастую складываются у тех пар, кто умеет направлять энергию и умеет собирать ее и, скажем так, в некотором роде контролировать. Вот, и женщина в данном случае она все-таки является магнитом за счет именно своей энергии. Не за счет там своей внешности, красоты, губ, сисек или попы, а в первую очередь за счет энергии. Вот, потому что столкновение происходит сначала по большей части, за исключением некоторых моментов, происходит на второй чакре, на сексуальной энергии, а потом уже все это может перерастать там на четвертую уже сердечную чакру, когда возникает взаимные чувства и возникает привязанность, скажем так, на уровне сердца возникает связь. Вот, поэтому женщина, которая раскручена энергетически, она всегда будет привлекать, неважно, какая она там красивая, некрасивая, толстая, тонкая, там, худая, высокая, маленькая, когда у женщины есть энергия, у нее есть все. И мы идем дальше, соответственно, если есть какие-то вопросы, можно задавать, спрашивать, вот, а дальше у нас по пунктам, очень сложный пункт у нас, и это на самом деле конечно больше будет сейчас относиться к тому, что я дам ссылку, можно будет вступить в группу, там будут практики и в течение там следующей недели будет вывешиваться пост с практиками, которые нужно будет делать, писать отчеты и там когда я по приезду вернусь буду давать обратную связь. Вот, и именно те инструменты, которые будут написаны в группе, скажем так, тоже в таком энергетическом марафоне, это практики, которые позволяют человеку энергетически собирать энергию. Здесь включены мудрые, включены короткие пятиминутные медитации, которые можно делать утром, днем, вечером и то есть в любое удобное время. Будут даваться практики, которые конкретно направлены на то, чтобы наполнить себя энергией. и практики, которым не нужно подготавливаться месяц, два, три, полгода, год. Практики, которые можно делать, вот, идешь, например, на работу и делаешь практику, все, ничего для этого не нужно, не нужно там колдовать, шмолдовать, там, жертвоприношения приносить какие-то. Очень простые практики, которые позволяют любому человеку и работать с намерением и со здоровьем и с любыми другими сферами этой жизни. И поэтому очень хочется делиться дальше, вот, и кто, например, находится в Москве, приезжайте в офис к нам в студию, все там указано на моей странице, где что находится, вот, и конкретно под вашей ситуации рассматривать, работать, давать рабочие инструменты, не просто там сказать, что будем работать год, то есть каждому человеку даются инструменты, с которыми он работает сам. Если он хочет реализовать себя в социуме, в жизни, в отношениях или реализовать какие-то свои проекты, то ему придется работать, потому что без энергии, без вложения энергетической составляющей в физиологию физиология не сможет ничего сделать. Вы можете быть супер-пупер йогом, танцором, но тело имеет привычку истончаться, скажем так, становиться старее, дряхлеть. И здесь уже на помощь может прийти, кроме врачебного вмешательства, только энергетические вещи, которые позволяют телу физически себя поддерживать, не болеть, решать какие-то проблемные вещи со здоровьем и так далее, и тому подобное. Вот, на этом я думаю, что мы завершим наш эфир, поскольку вторая часть нашего коллектива так и не дошла, не смогла присоединиться к нам, поэтому у них будет пока эта видеозапись, и возможно мы просто уже конкретно сделаем видеозапись под плановый семинар, который должен, вернее тренинг, который должен был сегодня состояться, но так как у нас все переначалось, мы естественно импровизируем. Вот, соответственно все вопросы можно задавать в директ, можно задавать во вконтакте, вот, и приезжать в гости к нам. Леночка Карпова, мы тебя очень ждем 25 ноября. вот, а кто только там присоединяется к нам, будет видеозапись в течение еще 24 часов, будет присутствовать запись во вконтакте в группе, вот, поэтому все вопросы можно задавать, можно спрашивать, приезжать на следующий год в Карелию на энергетический практикум богиня Тара, и пробовать на себе новые методики, новые практики, и будет очень всего много интересного дано, того, что не давалось раньше в Карелии, кто был уже в Карелии, и это будет абсолютно новая программа, которая даст возможность каждому человеку, в частности, девушкам, женщинам стать более энергетически наполненной, более, скажем так, сексуальной, и помочь научить человека реализовывать свои намерения, составлять план, как можно достичь своё намерение. Вот, на сим я с вами завершаю наш прямой эфир, всем, кто пришёл только что, можно будет потом посмотреть в повторе и на ВКонтакте. А так, до скорых встреч, кто захочет позаниматься йогой, возможно, завтра будет ближе к вечеру занятие, также прямой эфир, поэтому всем пока, рада всех была видеть. Пока.